Я депутатов никаких не знаю, ничего от них не ожидаю, потому что, ну, как-то надеешься на них каждый год, а ничего не меняется. Такой, не, не пойду-ка я лучше на выборы. А вот я со своей дамой не соглашусь, потому что на выборы нужно идти в любом случае, потому что, если не ходить на выборы, то нельзя требовать никаких, нельзя выдвигать требования власти. Вот, голосование – это наше первое гражданское право. С другой стороны, выборы, конечно, такие, чисто символические, но, я знаю, в парламенте в Нижней Палате у нас уже есть пару инакомыслящих, скажем тогда, кандидатов, поэтому немножко поле политическое меняется, меняется в лучшую сторону, и если не мы, то кто это сделает? Я призываю, может быть, всех остальных, кто колеблется, скажем так, ну, идти голосовать. Не знаете ли вы нынешних депутатов? Во-первых, я ни прошедших не знаю депутатов. И депутаты ничего хорошего не сделали, понимаете? В общем, для людей. Раньше, в советское время, я с 45-го года родился, когда пристальные были выборы, депутаты ходили еще до этого, как говорится, по домам, квартирам, там, в деревне, там, бабушки, дедушки, что у вас забор или крыша поломана. Все делали. А сейчас ноль эмоций, поэтому никто и голосовать я не буду. Вам, естественно, 17 лет, готовы ли вы пойти на выборы или нет? Нет, не готов. А почему не пойдете? Это же важно для страны. Потому что, ну, я понимаю, потому что у меня времени нет. Все. Чтобы принять такое решение, нужно знать хоть кого-то. Я не знаю ни одного депутата, поэтому нельзя выбирать. Не знаю предвыборную кампанию других, не знаю, что делают эти, поэтому выбирать сложно. Ну, посмотрим. В принципе, это дело добровольно у нас, любые выборы. Это необязательный порядок, необязательный. Депутатов пока еще не читал, не смотрел время. В принципе, в феврале будет еще. Ну, надеюсь, появятся интересные персонажи с доступной, умной, продвинутой программой, за которую будет проголосовать. Не стыдно, скажем так. Какого вы ждете кандидата? Ну, имена кандидатов я не знаю. На выборы, возможно, пойду. Не обещаю точно, но хотелось бы хорошего кандидата, который будет идти навстречу народу и который не будет перечить. Вот так. Что я жду от депутатов? Ну, наверное, все ждут чего-то нового и всегда хорошего. Мы буквально вчера обсуждали, чтобы было побольше спортивных площадок. Именно, да, ну, часто говорят, чтобы была даже не одна площадка где-то в парке, которых может быть раз-два и все, да, а в каждом районе. Ну, во-первых, от местных депутатов это развитие города. На мой взгляд, не все делается так, как хотелось бы. Вот, ну, это первое. Ну, а второе, естественно, что благосостояние людей, это тоже немаловажный фактор. Вот, нам много чего обещали за последние годы, но выполняется совсем немного. Спасибо.